Утро, пляж, Флорида. Июль месяц, 7 июля сегодня. Посмотрим водичку какая. Пляж каждый раз разный, потому что по-разному. Если немножко шторм, он смывает песок. Не смывает, в смысле утрамбовывает. Если нет шторма, то песок такой мягкий здесь. Но вот бегуны, все, кто бегают по пляжу, им, конечно, нравится такой вот твердый песок, мокрый. И вот вода была до тех пор самых, вот там, где немножко водоросли. Поэтому им нравится утрамбованный песок. Даже кто-то рискует на велике здесь покататься с такими широкими шинами велосипед. Но этого нельзя делать. Здесь запрещено вообще на пляжах, на великах. Но бывает утром, когда нет людей. А мы сейчас посмотрим. Вода тоже всегда разная. И цвет воды разный в зависимости от солнца, конечно, от облаков. От шторма. Вот. Так. Ну, пошли смотреть рыбок, если мы их сейчас найдем. Здесь немножко был шторм, наверное, пригнал. Ой, рыбки вот там. Играет музыка. Бывает и крупнее плещется. Ну, вот если видно вам. Они просто под цвет песка и... Вот там, вот там. Такая у нас водичка. Песчаное дно у нас, я уже говорила много раз. Пляжи у нас все похожи одинаковые, и вы их не отличите. Ну, на некоторых пляжах просто дома повыше. Это типа отелей, да. На некоторых пляжах пониже, как вот здесь вот. Вот. Кандоминиумы обычно, квартиры, то бишь, они пониже. То есть пятиэтажные, четырехэтажные. Ну, не двадцати пяти, как есть кондос, такие фешенебельные и жилые дома. Апартненцы. Вот. Так, ну что, показывать больше нечего. Такая спокойная сегодня вода. Не очень такой вот цвет, такой хороший голубой, да. Но все равно красиво. И теплое, теплое. Слушайте, как в этом самом, как в ванне стоишь. Во Флориде вода, вот что хорошо, теплое, она теплое. Это где-то она у нас с мая по сентябрь. Вообще просто горячая даже бывает. Ну, просто, что вот сидишь и надоедает. Потому что расслабляет, как в ванной. Знаете, что уже становится дизи, как говорят в Америке. Дизи, ну, такой полупьяный типа. Вот. Становишься такие расслабленные, давай выходить. Потому что, ой, ну, даже захлебнуться, в принципе, можно. Потому что ты лежишь, ну, как в ванне лежишь, понимаете. Что хочется даже спать, потому что вода просто даже горячая. Ну, вот сейчас десять часов утра. Ну, какая она, как вам сказать. А теплое, как принимаем душ. Ну, нет, ну, немножко, наверное, похолоднее, чем душ. Потому что, ну, кто какой душ любит. Ну, я не знаю по температуре, честно, воду. Может, градусов так. Да, наверное, градусов, может быть, 24 воды. Вот так вот есть. Есть. Теплая вода. Вот так вот. Так, пошли. Бегают старички, дядьки по пляжу разгоняются. По утрам очень любят бегать. Оу, бегать, ходить. Ну, кто что делает? Очень много людей, знаете, такие вот, ну, типа инвалидов, кому, видно, приписывают ходьбу. Они часто утречком сюда, пока не жарко, приходят и котыляют по всем пляжам во Флориде. Можно видеть. Вот. Это не паблик бич называется. Ну, не публичный пляж, так скажем, да? Это просто пляж. Ну, просто пляж деревни. Вот эта вот деревня вокруг. Просто деревенский пляж. А на паблик биче там, конечно, народу побольше будет. И детей больше. И там какие-то там есть кафе, примыкающее к ним. То есть какая-то еда там. Вот. А здесь так вот. Здесь вот это квартиры у людей. И там вот белыми щитами закрыто. Белые жалюзи, закрываемые такие белые экраны. Это значит, что люди уехали. Кому квартиры принадлежат. А значит, эти открыты. И вот недавно я еще узнала сегодня. С Хатбандом разговаривали, что люди, кто имеет квартиру на пляже, он, говорит, хочет даже издать. Ну, то есть имеет квартиру вот такую, да? Ну, такую, любую на пляже. Он бы издал бы ее на любые сроки людям. А, и говорят же, что не делайте это через фирму. Ну, делайте от меня. Звоните мне напрямую, хозяину. Потому что фирма заберет больше, конечно. Ну, в общем, так же, в принципе, как у нас. То есть, если позвонишь компании, которая принадлежит, может, этот дом какой-то, и скажешь, я хочу рентовать, они тебе найдут хозяина квартиры, который хочет взять вас, то они возьмут проценты какие-то себе. Поэтому люди, кто имеет квартиры, часто говорят, что дайте напрямую, звоните нам. Вот, поэтому отдохнуть не очень дорого. Я встречала здесь из Молдавии женщину. Она, вот буквально здесь пару недель назад, она ориентует за, сейчас я скажу, 140 долларов в день, две комнаты, душ, туалет один. А две комнаты, две семьи. То есть, четыре человека было всего в квартире в 2-2, в двух комнатах. И душ, туалет и маленькая кухонька. Ну, там маленькая микроволновка, маленькая посудомойка, маленькая-маленькая такая, маленькая плита, может, там на пару комфорок. Вот, так что 140 долларов двухкомнатная, так скажем, мини-квартира на пляже здесь. Но, опять же, это же не центр Майами, да? Гляньте, вертолет летит. Вот, а не центр большого города или там не ближе к даунтауну, а деревня такая, вот. Поэтому, конечно, здесь подешевле. Может быть, будет и подороже, может быть, получается на человека это сколько? 140 на 4, да? Вот. Ну, бывает на человека и 70 долларов, там, где подороже, значит, и 100 долларов, и 120 на одного разные. Ну, можно найти и 30 долларов на человека. Вот так вот. Со всеми, со всеми удобствами. Уверяю вас, что горячая вода будет обязательно. Это номер один, что будет, это горячая вода. Это не бывает такого, чтобы ее перекрыли, не дали, либо была комната без горячей воды. Просто не бывает. Вот, вот и все. Так, накупались, пока покидаем море. Гляньте, вот там вот туча. Смотрите, вот там вот там дождь над морем. Представляете, вот если видно, синее такое, синее, и прямо ограничения даже видно. Ну, наверное, фотоаппарат, мой телефон не возьмет. И даже гром я слышу гремит. Вот такая у нас волна. Где-то идет дождь. Так, ну, а мы пошли. Все, закончили купаться. Вода очень горячая. Ну, прямо горячая. Ну, где-то я не знала. Ну, градусов, наверное, вот тут 25-26 воды точно есть. Кажется даже порой, что она теплее, чем воздух. Может быть, это и не так, но так кажется. Пляжа пришла, и вот сейчас вам покажу, что есть на пляже. То есть, вот там вот оттуда, вот я пришла, вот оттуда, оттуда. Ну, вот за этими домами там море. На пальме вон висит камера, если видно. Сейчас подойду немножко вот так вот. Не видно ее здесь, человек вот со своей байдаркой. Так, и что есть еще? Еще есть... Еще есть душ. Рядом стоит, невозможно разговаривать. Так, там для ног вода, вот это. А здесь для тела не буду нажимать, потому что меня обольет. Вот, вода есть. Так, территория для отдыха с мусорками. Вот там вот с лавочками, с мусорками. И на пальме, ну, такая остановочная территория. Рестери они называются, да? И вот там на пальме, ну, вот подойти не знаю как. Сейчас подойду. Здесь человек остановился. Вот там вот камера. Вон она. На пальме. Видно, надеюсь, да? Вот. И она за нами с вами следит. То есть, если я пойду вот туда мыться, душ. Типа раздеваться. Ну, типа, как раздеваться? Все же здесь... Здесь еще не в купальниках. Здесь как-то так еще одеты, да? Уже с пляжа выходят. Дорогу ж надо перейти в эту проезжую часть. Поэтому я пойду к душу. И буду там, сниму, типа, шорты. И буду мыть свои ноги после пляжа, да? Ну, то есть в купальнике. Имеется в виду, что камера меня наблюдает. В том плане, что в таких местах может быть чего-нибудь, какое-нибудь такое это вот преступление, да? Типа того, что... Типа того, что кто-то хочет совершить crime. Преступление. Вот. И что здесь есть еще на этой территории? Туалет. Обыкновенный уличный туалет. Прямо на проезжей части. Самый-самый обычный. Вода для питья. Питьевая. Фонтанчик можно попить. Два фонтанчика. Так. И обычно там кнопка еще для детей. Внизу, да? И нижняя кнопка для детей. Детям это. Так. И туалет. Обыкновенные дырки здесь. Ну, то есть, я имею в виду, на улицу. Не стекла, да? А эти. Ну, прямо вон. Дыра туда. Так. И... Все здесь есть. Все-все-все здесь есть. Туалетная бумага есть. Сейчас дернем. Бумага есть. Мыло жидкое. Вода горячая. В эту сторону. Вода холодная. В эту сторону. Холодная вода. В эту горячая вода. Так. Она не очень горячая, поскольку на улице жарко. Ее не очень нагревают, да? Так. Теперь. Вот такой обыкновенный туалет. Так. Теперь. Крючок для сумок. Это на проезжей части. Опять же, дырки на улицу. Это, естественно, вентиляция. Здесь нет кондиционера, да? Общая раковина. Опять. Помога. Опять же, мыло. Вот. Вот так вот. И выход. Так. Вот это есть на всех остановочных пунктах. И они через каждое, через каждое. Ну, через каждое миле три примерно. Леньте, какая туча замечательная. Дождик будет. Ну, а это у нас пальмы так цветут. Боже, какая красота. Леньте, какая красивая вот эта штучка. О, Господи. Леньте, какая она большая такая, да? Ой, какая красивая. Вот. Так. Ну, вот это вот остановочная. Туда пошел мостик для рыбной ловли, наверное. Там канал. Речушка. И вот там рыбы нарисованные. Вот. Ну, вот такая остановочная такая территория. Это моя машина. Вот. Все есть. Машину я заведенную оставила, чтобы она охладилась. И не боюсь. То есть, открыта машина. Открыта машина. Без проблем. Оставляем. Оставляем открытыми. И ничего. Куда бы я сейчас не пошла. Даже заведенная она, да? То есть, уже ключ торчит. Уже можно ехать. Кнопку нажми и ездить. Покажу на пальме камеру поближе. Пока никого нет. Вот видите. Вот она, камера на пальмочке. Вот. Даже на пальмах в Америке есть видеокамеры. Вот. Конечно, там человек не сидит сейчас, смотрит. Я не думаю. Но идет просто съемка. Сейчас пойдем посмотрим вот в этот вход здесь. Значит, про рыбок. Обычно вход это вот на... Ну, там где рыбная ловля, мостики такие. Да? Вот это вход туда. И обычно всегда информация здесь, значит, про какая рыбка водится, что там она водится. И растения здесь заодно, какие, значит, растут. Вот вам информация, чтобы вы знали. Так. А здесь вот такой мостик идет. Такая территория. Здесь какая-то такая оболотце такое, перед тем, как канал начинается. Вот такое болотце. Ой, ну это вот нравится рыбакам. Все вот такое. Меры нет. Правда же? И такие мостки. Все время они для людей, кто любит рыбу ловить. Все время здесь вот сделаны вот такие мостки. И как-то оборудована все в Америке. То есть дикого нет. Вот. Вот такие вот доски. Доски. Конечно, доски, наверное, чем-то пропитаны, потому что, чтобы не гнили. А это, что вот растет такое растение. Вот. Ой, здесь прямо страшноватая телянь, как долго-долго. И сама прямо, сама идешь, еще змею встретишь. Я встретила когда-то змею. Не встретила, встретила змею. Увидела змею у нас на кусте, сидела на пальме, около нашего дома. А вышла утром, она сидит. Но они, говорят, здесь не эти, не ядовитая. Маленькая, небольшая. Ну, конечно, вот здесь, смотрите, урночка с кульком. Видите, вот все равно, вот меняют кулек же, видите. Вот это все чисто. Вот нету там мусора. Опять же, вот там, а, краб нарисован, какой здесь водится в этой заводе. Вот там же вода. Там вода, люди. Вот там лавочка есть. Так, идем дальше. Ой, я никогда не ходила по этим мосткам. Но я знаю, что они для рыбной ловли. Может, и для прогулок. Так, ну, здесь никогда никого нет. Как страшно. И как далеко. Цикады свистят, если вы слышите. Ой, что это? Это не змея? Нет. Опять такая вот лавочка с урной, с кульком. Опять. Опять вот такая вот. Получается, вода такая мутная. Получается, что можно ловить крабов здесь. Так, что ли? Ой, господи, да когда что-то закончится. Это поход мой. Ой, запах такой речки. Речки запах. Ой, когда что-то закончится. Никого, ни одного человека. Здесь вот так вот кто кого прибьет и не найдут. Ой, да когда что-то кончится. Ой, господи. Плеснулась рыба. Такая большая. Слышно было? Ой, какая большая плеснулась. Ну, судя по звуку. Опять здесь лавочка. Опять здесь вот так вот так вот. Вот так. Ой, господи, когда что-то... Может, эти мазки через весь канал идут? И канал такой зарож. Ой, вот он канал. Всё, пришла. Так. Ой. Никого тут нету прыгающих, я имею в виду. Ой, господи. Ой, как красиво. Хорошо. Вот это жилой дом там эти. Ой, маленькие рыбки. Смотрите, стаи, да? Видите? Видно, нет? Стая, стая прямо. Ой, как хорошо. Так, опять вон какие-то... Вот это... Вот этот... Вот этот, этот... Это бобёр, поняла, да? Да. Про него написано. Какая трава растёт, какие рыбы растут. Тут информация. Так, ну вот они, мостки. Слушайте, никого. Ой, лодка плывёт. Никого. Классно. Красиво. На той стороне дома. Жилые выходят на воду. Ну, тоже вот, не знаю. Ну, вот на такую воду. Не знаю. Вот дома дороже с выходом на воду. Ну, вот люди, кто, конечно, фишинг любит, может, им и хочется смотреть. Но мне вот такая речушка, конечно, с видом на море, да, эффект какой-то, да. Ну, может, кто что любит. Вот. Так, опять здесь лавочка. Опять мусорный кулек в этом. Видите, всё-таки их меняют люди. То есть, я имею в виду, вот чисто в Америке везде. Самое, что ни на есть. Вот рыболовецкий этот мост. И на нём для мусора кулек специальный, чтобы и будет поменено, уверяю вас. И мусор там не собирается. Вот так они борются за чистоту. Вот. До сих пор не знаю, что вот это такое. Вот я всё время встречаю. Надо будет у хасбента спросить, что это такое. Или... Made in USA написано. Сделано в Америке написано. Вот этот столик, это типа что? Ну, поставили-то или рыбу разложить, да, на нём. Вода такая мутненькая. Каналы эти неглубокие. Они такие мелкие. Вот там мост разводной. Это разводной мост. Вот это вот в центре. Там, где голубая будочка. Это будочка для человека, который разводным мостом командует. Ну, он, по-моему, приходит во время, когда он разводится. Например, в такие дни он не разводится. В будние дни, как сегодня пятница. Завтра, послезавтра, да. Он будет разводиться. Мост и шлагбаум там опускается. И я часто вижу, вот проезжая по этим мостам, что машина стоит человека. То есть он же приезжает на машине. Если машина стоит, значит, мост когда-то будет разводиться сегодня. Вот. Так, ну, вот такая красота. Ой, красота. Так, ну всё, пошла я назад. Одиноко здесь. Никого нет. Скучненько. Скучно. Американский флаг вот там вот. У людей лодки вот там причаленные. Всё, пошла назад. Закончилось море и территория отдыха, да, по которой я ходила. Пока.